Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы продолжаете присылать нам свои вопросы. И сегодня на них ответит метрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Первый вопрос от Василия. У нас родился сын, мы хотим его окрестить, но, к сожалению, среди друзей и родственников нет верующих. Можно ли попросить нашего батюшку из церкви, в которую мы ходим, стать крестным? Если он откажет, возможно ли обойтись без крестных? Если Вы сами, люди верующие, церковные, посещаете храм, исповедуетесь, причащаетесь, участвуете в таинствах церковных, то, во-первых, можно попросить батюшку, тем более, если Вы его знаете, и он знает Вас. Другое дело, сможет ли он на себя взять обязанности крестные, это все-таки достаточно хлопотное дело. Если сможет, очень хорошо. Если не сможет, не обижайтесь на него, потому что священник, человек занятый, и по-настоящему уделить внимание Вашему подрастающему булашу ему будет непросто. В крайнем случае можно крестить без крестных, если родители сами являются по-настоящему воцерковленными, верующими людьми. Наверное, можно обратиться к прихожанам в церкви кто-нибудь? Да, если Вы ходите в храм, прозвучал такой вопрос, что с одной стороны, среди наших друзей и знакомых нет верующих людей, а с другой стороны, храм, в который мы ходим. Вот вопрос, что подразумевается пословом «ходим в храм». Если человек ходит в храм, как я уже сказал, регулярно, постоянно, то люди, стоящие рядом с ним на богослужении, они не могут быть ему чужими. Они, ну, вольно-невольно, они знают друг друга, и вполне можно попросить кого-то из прихожан, если удосужились за это время познакомиться с ними, можно попросить кого-то из прихожан стать крестным. Но в крайнем случае можно крестить и без крестного. Следующий вопрос от зрительницы. Может ли православная христианка заниматься йогой? Действительно, после занятий йогой чувствуется прилив сил? Ну, йога – это некий комплекс таких психосоматических упражнений, которые, так сказать, в комплексе влияют на человека и на его физическое, и на его душевное состояние. Там есть, насколько я знаю, я никогда не ознакомился близко с йогой, но я знаю, что все-таки это физическим упражнением соответствует еще и некая идеология, назовем это так, да, или квазирелигиозные какие-то такие вещи, убеждения, символы. Я бы не советовал, потому что это достаточно сильно переплетено, и отделить, скажем так, физику от психосоматики очень сложно здесь. Поэтому я бы не советовал. Ну, это, наверное, касается и других восточных единоборств. Да, совершенно верно. Тем более, что систем, скажем так, оздоровительных, систем, поддерживающих физическое состояние человека, без примесей вот этих вот восточных религий, или, так сказать, квазифилософских каких-то этих учений, вполне достаточно. Можно найти себе любой комплекс, так сказать, упражнений, которые будут действованы. Спрашивает Юлия, следующий вопрос. Работаю в сельском клубе, хочу открыть музей. Сегодня принесли старое Евангелие. Как-то на душе тяжело стало, так как считаю, что такие вещи должны храниться при церкви. Как мне поступить? Музей, во-первых, это очень хорошо. Я сразу хочу, во второй вопрос, поблагодарить за эту замечательную мысль. Музей – это очень хорошо. Что касается церковных предметов, почему бы? Они могут вполне быть в музее, тем более это старенные какие-то вещи. Наверняка есть у людей какие-то иконы, может быть, уже старые, или еще какие-то книги церковные. Мало ли, когда в 20-е, 30-е годы разоряли наши храмы, люди верующие спасали все, что могли. Несли домой какие-то иконки, какие-то предметы, утвари, облачения. Потом, когда храмы открывались уже в наше время, ведь очень много иконы, утвари, церкви было возвращено верующими людьми. Поэтому, если в селе нет храма, то вполне возможно, что музей может содержать какие-то отдельные предметы, касающиеся жизни церкви. И вполне можно посвятить этому какой-нибудь стенд. Я видел такие музеи сельские, где, смотришь, там, кадила старая лежит, какой-нибудь крест на престольной, евангелие, молитвослов, псалтирь, какие-то книги, может быть, потому что были верующие люди, которые даже в предвоенные, послевоенные годы порой собирались по домам и там таким мирским чином даже совершали богослужения по книгам, по церковным книгам. Вот такие, ну, они уже скончались, их сейчас уже практически не осталось, таких людей. Я думаю, что вполне возможно это сделать. – Далее спрашивает Алексей. Если не помнишь, крестили тебя или нет, сейчас, кстати, таких людей много, к сожалению, и не у кого об этом спросить, можно ли креститься? Мне 45 лет. Нужны ли в данном случае крестные? – Если Алексей решил покреститься, потому что он стал христианином, он уверовал в Бога, то крестные могут быть, но не обязательно. Конечно, лучше всегда иметь какого-то человека, с которым в добрых отношениях друга или товарища, который при этом верующий, православный, практикующий христианин. И он может быть крестным. Опять же, как и в первом вопросе, если такого поблизости нет, человека, то можно без крестного принять крещение. У нас очень много людей, которые не могут подтвердить или опровергнуть факт своего крещения во младенчестве. Условия были такие, что для того, чтобы крестить ребеночка, люди иногда ехали за 3-9 земель. Туда, где их никто не знает. Потому что, если крестить ребенка дома, то была опасность, что, во-первых, было обязательное требование предъявить паспорт. В церкви не могли его обойти, это требование. И если предъявляли паспорт, потом об этом сообщали на работу, по месту учебы, начинались проблемы. Мы, скажем, в 70-е, 80-е годы уже не выгоняли с работы, не сажали в тюрьму, как, скажем, в 30-е. Но все равно проблем можно было получить достаточно много. Поэтому люди ехали куда-нибудь за 3-9 земель и уж, конечно, старались покрестить, чтобы никаких материальных следов, в том числе и записей, нигде не оставалось. Потом родственники умирают, бабушки, дедушки умерли. Мама то ли знает, то ли... Вроде бабушка крестила, да. Опять же, как бабушка крестила? Иногда крестили сами люди верующие, церковные. Вот, как я сказал, читали, собирались по домам и служили таким мирянским чином службы. Так и крестили младенчиков. Дело в том, что из всех таинств церкви крещение – это единственное, которое может совершить обычный мирянин. Не священник в случае необходимости, когда священника нет поблизости. И поэтому очень многие такие вот крещены, как это даже говорится, бабушками. А бабушка крестила. Берется святая вода, поливается, с словами крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. Аминь – то, что говорится, когда крещаемый погружается в купель. Вот, поэтому вполне возможно, что и такое было. Но это крещение надо восполнять еще в храме. Поэтому вот для таких случаев есть такая практика. Человек, который не знает, был ли он крещен или нет, приходит и крестится. И священие, когда его крестит, крестит его с формулой. «Аще не крещен», то крещается раб Божий, допустим, Иоанн, аще не крещен, если не крещен. И дальше и совершается, собственно говоря, вещь не крещения. Потому, что действительно мы не можем зачастую выяснить, было ли крещение или не было. Поэтому вот я этому человеку могу посоветовать так вот прийти в храм и рассказать об этом, о том, что он не может знать факт своего крещения, и попросить крестить его вот с такой формулировкой. Любой священник это знает и это делает. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Каждое лето в детском оздоровительно-образовательном центре имени Деева проходит православная смена, организованная отделом религиозного образования и катехизации симбирской епархии. Как и в любом летнем детском лагере, мальчишки и девчонки играют, участвуют в общекомандных мероприятиях и мастер-классах, смотрят мультики, но есть ряд отличий от обычных смен. Например, сегодня в гостях у ребят сотрудники библиотеки имени Аксакова. Они рассказывают о празднике «День семьи, любви и верности», который является Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей брака. Беседы проходят как в помещении, так и на открытом воздухе. Затем младшая группа ребят посещает мастер-класс по изготовлению ромашки из бумаги, символа этого доброго праздника. Дети постарше участвуют в подготовке к праздничному концерту, посвященному Дню семьи, любви и верности. Они разучивают слова песни и репетируют на сцене. У ребят плотный график, один вид деятельности сменяет другой. Свободной минутки почти не остается. Но это не беда, поскольку в течение дня их ждет много интересных и ярких событий. Восемь часов у них зарядка, далее у них свои мероприятия, к нам приезжают катехизаторы, библиотека Аксакова, беседы с батюшкой. Потом у них обед, тихий час, вечером отрядные мероприятия обязательно в 17.00, ужин вечерний, общий лагерный обязательно принимают участие. Это концерты, конкурсные программы, спортивные мероприятия. Ну, конечно, пятое питание и дискотека завершает. Далее по расписанию встреча со священником. Ребята с нетерпением ждут общения с батюшкой, а пока идет подготовка к встрече с ним, охотно рассказывают о том, что им нравится в детском лагере и почему хочется приезжать сюда каждый год. Духовник православной смены, отец Александр Иванов, интересуется у ребят, как проходит день. Поэтому эту неделю поведите с более старательным, более внимательным. Все те шалости, которые мы с вами за эти дни разбирали, все диалоги, которые у нас проходили за наше поведение, надо останавливаться, надо успокаиваться, время понять и осознать, что мы находимся в православном лагере, у нас останется. Дети задают вопросы батюшке и просят благословения на добрые дела. За время смены беседы со священником проходят несколько раз. Каждая такая встреча посвящена конкретной теме, касающейся азов православной веры. Ведем диалог общения, то есть с ними находим общий язык и скажем, бывает даже то, что по два человечка, кто там совершает, хочет пообщаться, или со всей группой, или именно с теми отрядами по отдельности. Была испыть, одна испыть была. Сначала были беседы именно целомудрии и для чего нужна испыть, а потом уже была испыть с каждым ребенком, который находится в этом лагере. После встречи со священником, юные участники смены отправляются на обед. Вместе со старшими наставниками они обязательно молятся перед едой и после. Как отмечают педагоги, эта смена в детском лагере помогает ребятам ближе познакомиться с православной верой. Задача воспитателей заключается в том, чтобы одной сменой в лагере все не ограничилось, и дети в дальнейшем посещали храм, тянулись за новыми знаниями о Боге. Ведь у каждого путь к Богу начинается по-своему, да. Для кого-то, может быть, и вот этот православный отряд будет началом этого пути к Господу. И у нас вот в начале смены были дети, которые даже не умели креститься и не знали, что такое молитва. И мы им рассказывали, ребята рассказывали. И сейчас я смотрю, этот ребенок говорит, я тоже буду ходить в воскресную школу, мне интересно. И на тихий час он у меня взял книжку и читает ее, «Евангелие для детей». Она иллюстрированная. То есть вот так ребенок к этому приходит через православный отряд. До конца смены и еще много дней. За это время мальчики и девочки из православных отрядов смогут узнать много нового, найти настоящих друзей, весело и с пользой провести время. А когда все закончится, кто-то из них обязательно захочет вернуться сюда через год. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Симбирская митрополия.